Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами сегодня Иванова Галина. Предлагаю вам сегодня сделать вот такие интересные цветочки. С разрешения их автора Александры, ссылочку на ее канал вы найдете в описании под этим видео, я сделала этот мастер-класс и надеюсь, он будет для вас полезным. Мне очень нравятся эти цветы тем, что их можно использовать для создания открыток, альбомов, украшать ими коробочки, а также они очень хорошо подходят для украшения кусудам. Вот, например, так выглядит кусудама Торнила, которая является звездой, но с помощью этих цветочков она превращается в шар. Также хорошо она подходит для украшения электрик кусудамы. Все эти кусудамы, мастер-классы, как их собирать, есть у меня на канале. Даже есть специальный плейлист кусудамы, так что ищите у меня на канале. Ну, а мы приступаем к созданию этих цветочков. Надеюсь, и процесс и результат вам понравится. Складываю квадрат наполовину. Разворачиваю и складываю еще раз по серединам двух других сторон. Левый уголок сгибаю вниз. Правый уголок поднимаю вверх. Вот так деталька выглядит. Теперь разворачиваю ее. И вот эти уголочки сгибаю к серединке. Один. И второй. Модуль складывается легко, просто будьте внимательны. Особенно теперь. Смотрите. Сгибаю деталь наполовину. Вот так. Получилась складка гора. Сгиб вверху. Теперь складываю вот так. Тоже получается складка гора. А вот эти диагональные линии нужно сложить так, чтобы сгиб был внизу. То есть складка долина. Делаю это так. Беру вот таким образом. И вот так складываю. Деталька выглядит здесь вот так. Обязательно проверьте, чтобы у вас вышло так. Если нет, перемотайте назад. Пересмотрите еще раз. В нужный момент остановите, если это необходимо. Теперь вот этот уголок сгибаю сюда вверх. И вот этот уголок тоже сюда вверх. Держу вот таким образом детальку. И вот этот левый уголок буду прятать вовнутрь в кармашек. Вот сюда. А правый уголок так и остается снаружи. С помощью этого уголка будем соединять модули. Соединять модули я буду при помощи клея. Мне так больше нравится и надежнее получается. Наношу сюда немножко клея. Вот так. Буквально капельки будет достаточно. Вкладываю вот сюда в кармашек второго модуля. Вот так. И сжимаю вместе эти два модуля. Можно постепенно складывать модули и склеивать. Давая им время немножко хорошо скрепиться друг с дружкой. Клей я использую ПВА. И продолжаю так же склеивать все остальные пять модулей. Склеиваю и все их вот так прижимаю. Но обязательно даю время, чтобы клей получше схватился и модули не разъехались, так скажем. Вот соединила все пять модулей и теперь замыкаю их в круг. Смазываю клеем и делаю это вот таким способом. Мне так удобнее. Вот так прижимаю. И тоже обязательно даю время, чтобы лепестки хорошо склеились. В результате цветок пока выглядит вот так. И вот с этой стороны я на него нажимаю и вот так как бы раскрываю. Он пока еще хочет вернуться обратно. Но мы его продолжаем формировать. Здесь раскрываю его лепестки. Аккуратненько. Чтобы не порвать бумагу. А вот здесь подворачиваю вот этот лепесток. Лучше для такого цветка брать бумагу поплотнее. Чтобы вот эти лепестки держались получше. Вот так сделала один лепесток. И точно так же нужно сформировать все лепестки. Не спеша, аккуратно. На этих цветочках очень хорошо будет смотреться двухсторонняя цветная бумага. И аккуратненько здесь закручиваю. Размеры этих цветков можно делать разные, какие вам нужны. Вот. И в результате сформировался вот такой цветок. Которым теперь можно украсить и открыточку, и кусудаму, и коробочку. Надеюсь, они вам пригодятся. Если вам нравятся мои мастер-классы, подписывайтесь на мой канал. И смотрите другие мои видео. Например, как сделать гиацинт в подарок или розы в подарок. Спасибо за внимание. С вами была Иванова Галина. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok